всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики все кто попал на это видео у нас с вами сегодня такая тема тема закон закон знаете сначала хотел вам даже кое-что почитать из библии из нового завета павла но вы знаете я не могу остановиться начал брать все больше больше куски и потом мы в общем я решил отказаться от этой идеи потому что в библии в частности не только не то что в новом завете вообще все во всей библии слова закон ну наверное я не смотрел там по статистике сколько но наверное особенно с его составляющими там оборотами причастиями депричастиями со слагательными каким не знаю там наверное но это на самое распространенное слово как и любовь поэтому я буду говорить просто своими словами в свободе что-то я может быть так вырываясь контекста просто ну я христианин и я говорю конечно же очень часто и библейскими фразами выражениями вот но я буду не буду сегодня вам ничего читать ничего грузить буду говорить вот так в свободе слова и по поводу закона вот именно собрать эту тему знаете вот я как всегда но в часто я думаю ложусь сегодня не буду я уж прям сильно разглагольствовать хотя у меня одни предисловия на десять минут люди обычно ролики по 10 минут пишет а у меня предисловие с послением по 10 минут вот я не могу по-другому и вот предисловие состоит в том что конечно же если брать закон даже рассматривать в библейском варианте только в библейском в призму христианства хотя то же самое можно сделать и с иудаизмом через тору из мусульманством через коран это одно из самых распространенных слов ну соответственно значит с последующими смыслами которые мы рассматриваем о чем там пишется слово законно употребляется не знание меньше чем любовь то же самое в библии да может и больше не знаю я не смотрел статистику сейчас конечно все можно такие варианты найти через поисковики но я думаю вы кто без библии хоть как-то знаком тот понимает о чем я говорю и понимать что я знаю о чем говорю и вот соответственно если такой вопрос рассматривать закон в библию допустим назвать то это знаете это тема до для профессорской научной работы можно зарыться просто поэтому того что я там хотел сел ну так закон добр помните по его говорил да и все хорошо когда ты употребляешь закон надо то есть но это это там опять контекста в концовке он говорит что суть вещевания есть любовь вернее даже с этого начинается это его предложение я поэтому буду говорить своими словами при этом он говорит что и покоряйтесь власти ибо всякие божий слуга кто там носит меч да ну при этом сам когда его судят спокойно апеллирует к закону и укоряет судью о том что он поставлен судить праведным судом да он судит его судом неправедным в общем там и еще вернее вот я чисто так скажем тезисно или общей мыслью скажу что действительно это знаете можно еще три библии но как минимум еще одну библию написать евро это научную работу законы в библии да и законы в библии библейский закон и в частности получается то сразу мы рассматриваем ну или наполовину то что будешь то есть это можно даже на две докторские диссертации профессорские разбить потому что ты в любом случае всего будешь писать по ветхому завету и в принципе неважно христианские ветхий завет или иудейская тора особенно в этом контексте ты будешь приблизительно написав профессорскую работу докторскую диссертацию какой-то по законе в библии ты сразу напишешь по закону в торе и по закону в новом завете их можно разделить и совместить это огроменный труд и смысл в том что в еврейской традиции библия по сути это книга еврейской традиции смотря даже на новый закон который наверно но на новый завет который мы всегда ассоциируем с богом пришедшим во плоти и с его жизнью учением и его последующими учениками то его последующие ученики и если и ученики последует последующий пойдет отдай проповедуя на евангелие а иисус не проповедовал закон иудейский так скажем в то в том понимании как его исповедовали иудеи да и вот его ученики то же самое это уже целая игра наука надо разобрать уже его ученики но это были как раз евреи и иудеи и новый завет состоит не из посланий если вы заметили обратили внимание то в новый завет в корпус библейский якобы корпус святых писаний входят только послание евреев кто меня знает я абсолютно не исповедую никакой национализм то есть сейчас я еврея говорю не в контексте плохо просто в констатации фактов что даже все христианство и учение иисуса христа нам подано особенно кто любит апеллировать к посланием апостолов это послание апостолов евреев зачастую иудеев фарисеев таким как павел и основной корпус послание именно которым и написан то есть конечно же кто смотрит так может быть даже трезво но узко это печально да надо смотреть на жизнь шире через призму чего истинной любви свободы и бессмертия и поэтому я оставил эту идею вообще апеллировать я буду к я всегда выражаюсь каким-то его библейским языком понятно потому что я христианин но говорить я буду в свободе вот закон и да еще кое-что хотел сказать то есть принципе это еще предисловие такой даже что вот действительно в торе то есть в иудаизме что пусть возьмем библию мусульманство то же самое с разными перекосами и в разные исторические периоды времени сначала можно сказать что христианство это не касается нет в разные периоды истории кто знает христианство проходило то что но псевдо христианство православный католик протестантов я называю естественно по их и сущности это не христианство и вот она это обычный иудаизм просто в другой обертке вот и все это два раз две разных рубашки это ничем не отличается и мусульманство то же самое и конечно же были в истории просто разные периоды и вот возьмите тот же самый иудейский так называемый закон он себя включал все так называемые действительно заповеди божьи это шутку заповеди божьи это заповеди сущности бытия при которых и возможно только благо бытие то есть существование человечества в счастливой жизни благо бытие это действительно они там есть конечно есть бог всячески во всем как бы мы не относились там к праведникам так называем пророком ветхого завета я сам к ним далеко не лицеприятен мягко скажем да но действительно такие же люди и было что-то и доброе у них там да понятно и вот это подразумевает действительно любой закон так называемый он подразумевает закон так скажем заповеди божьих действительно закон если это еще а это религия обязательно до культовая это законы и обряды этой религии и это вообще установленные правила зачастую это просто регулирование нашей бытовой жизни вот эти три вещи надо понять и возьмите то же самое вот иудаизм это же не разделенная вещь то есть закон моисея то есть законы был государства это было иудейское государство потом тоже она становится таким да сначала они были мозг бедуинами там они также выбирают все царя становится государством их есть границы у них есть вот этот закон да просто они будучи так скажем набожными да хотя покажите мне народ не набожные как говорят исследователи нет на земле ни одного племени у которого не было богов или еще что-то да есть течение атеизма грубо говоря но по сути все люди так скажем верят в бога да или там какие-то народы племена общая масса да вот и возьмите то же самое вот христианство до этого тоже доходило возьмите средневековье или возьмите 3 4 век когда появляется на смену римской империи византийской империи все то же самое сливается все вместе закон там элементарно просто налево или направо ходить до по стрелкам закона религиозных обрядов и законы назад заповеди будем звать закон божий заповедями да действительно заповедям блага бытия они просто есть и только соблюдая их и живя а это одна заповедь любить все божье творение по сути то она во все в одном как павел и говорил весь закон в одной заповеди люби ближнего как самого себя ближний здесь все и животные люди природа и сам господь бог да вот и вот эти вот все совокупности заповеди в одной которой все это сливалось это был и в христианстве это это в мусульманстве в опять в крайних радикальных переходила где все сливалось чуть разъединялась там закон вне опять в разных странах у разных народов даже там где допустим с основополагающими так скажем людьми которые там исповедуют мусульманство это не обязательно сама в то же самое как сейчас россия якобы там религия и государство не не связаны якобы да вот то есть мы вот это понимаем да и вот давайте теперь посмотрим в контексте вот мысли я конечно буду говорить сегодня и ролик мой посвящен тем людям вот но в частности буду говорить о россии для русских это будет понятно если у кого такая ситуация то это и к вам относится вот в россии к чему мы только что так вот плавно перешли даже за 10 минут то в россии как раз есть якобы государство отделено от религии какой-либо не было да и вот как раз религия подразумевает что там два закона закон божий заповеди и закон культа обряды и все это предятие нам и государство якобы закон общество какой-то регулирующего якобы бытовые вещи но получается что если мы посмотрим не буду вам рисовать на экране чего так вот кружочками покажу руками то есть на самом деле как раз мы видим что до религия в чем все она отделилась вот я буду по россии говорить по примеру а вы с вас также вы все поймете то получилось так что у религии да у нее есть куда действительно не лезет государство это законы и обряды и и культовых вещей куда ходить там по сулань папа по солнцу или против солнца крестным ходом вокруг храма государство и политиков думу чиновников это вообще не интересует два раза ты будешь три раза пол биться перед икон их им это до лампочки точно так же как церкви якобы когда не любит и люди религиозные как мы вне политики их якобы не интересует куда там идти налево ты должен посмотреть или направо якобы их там не интересует эти какие-то вещи хотя что не говори потом люди сами люди принадлежащие государства попадают религиозный культ допустим заходя там в какое-нибудь капище или храм якобы этой религии и все равно по их правилам ходят точно так же люди несмотря как бы все равно но они соблюдают типа им просто бы все равно и они не вмешиваются но а придумывают и ладно да сказали что на светофор на красный стой зеленый иди я так и делаю хотя я религиозный человек я не придумал у меня завтра скажут на введут закон там на синий стой или на синий иди красный стой ну красный обычную хотя и красный может быть набор дать наоборот вообще красный иди зеленый стой да ну такой закон все хорошо мне без разницы какой цвет и цвет сам по себе нехороший неплохой до красный или зеленый вот это просто порядок и религиозник туда не вмешивается носим он сидел конкретно на этом стуле где надо было придумывать на какой цвет идти там на пешеходном переходе на каком стоять и что в принципе человеку там религиознику до лампочки что наоборот действительно человек который там раз сто лет в это капище ходит ему до лампочки ну скажет пять раз перед иконой лбом удариться он 5 удариться без разницы скажет по солнцу пойти он по солнцу пойдет вокруг храмов крестным ходом скажет против солнца ну пойдет прочь в часовой стрелке ему без разницы но они придумали хорошо я тоже православным там свои есть умы я думаю они действительно не пересекаются тем вещами но есть вещи пересекающие это заповеди божьи и вот когда пытаются их отделить люди ошибаются вот когда пытаются законно государстве закон общества якобы в государстве в котором религия вне политики вне государства государства вне религии и и и у людей это диссонанс возникает как раз ну не у таких как я это те люди которые либо религиозники либо как они говорят атеисты вот у них диссонанс начинается А я вот вам сейчас пытаюсь объяснить, что никакого диссонанса нет. И действительно, законы общества, они вот так вот, да? То есть у них вот ровно сегмент наполовиночку. Не знаю, как вам показать, но вы поняли, да? То есть, ну вот пополам. То есть у них ровно идет пересечение. Пересечение. Какое пересечение? И почему это пересечение? А почему не так они сливаются? Ну вот потому что. Потому что законы бывают против заповедей божьих. Реально. У нас куча беззаконных законов, которые нарушают. У нас узаконили убийство животных. Пожалуйста. Пожалуйста. Причем, заметьте, давайте на животных разберем. В религии узаконено жертвенное убийство животных. Государство это не поддерживает. Государство считает это мракобесием. Реально. Но религия признает якобы угодные убийства животных в жертву Богу. Да. В приятное благоухание. Государство всегда говорит, что это мракобесие. Вот в разделенном государстве. Вы поняли, да? Я еще раз повторюсь, что мы с вами рассмотрели. Есть случаи, где вообще все сливается. Там вообще это вот. Возьмите иудаизм. Возьмите разные эпохи псевдохристианства. Да, там такое было. У ислама до сих пор. И то в разных странах по-разному. Но это такое бывало. Мы с вами рассматриваем систему жизни. Вот как сейчас, допустим, в России. Конкретно сегодня, 27.01.2021 год. Мы живем, где якобы государство отделено от религии. Неважно. От мусульманства, от псевдохристианства, православия, протестантизма, иудаизма или еще чего-либо. Йоги какой-нибудь. Я, может быть, зря не обозначил в начале тезис. То есть мы будем, конечно же, я подведу. И цель этого ролика показать, что все, что в законе государственном, вот в этом якобы отделенном, соответствует любви, и то, что мы якобы это узаканиваем, то есть чуть ли не под принуждением говорим соблюдать, это не зло. И я вот сегодня это вам покажу. Надо было об этом тезис, наверное, вначале сказать. А может быть, действительно, после этого предисловия сейчас самое место. И вот почему вот они пересекаются. И почему настоящий человек Божий, дитё Божье, человек света, ну, в моем понимании, это настоящий христианин, это не религиозник, который просто следует закону жизни, который есть только в любви ко всему Божьему творению. Естественно, признавая бессмертие всего человеческого Божьего бытия и свободу, самоопределение перед лицом добра и зла в этом бытие, да, вот именно, и выбирая любовь, это самому его делает счастливым, и здесь и в вечности. И вот это пересечение, я говорю, возьмите животных, принесение животных в жертву якобы какому-то там невидимому Богу, в государстве, в котором религия делена в государстве, это мракобесие, это гиевольщина, они сами говорят, что это зло, просто так якобы убивать животных, да. Да, заметьте, то есть они вот, у религии это вот в этой, давайте я, ну вот я вам тут состряпал, да, то есть вот еще раз у нас это законы религии, это у нас с вами кружочек законы государства, и, естественно, заповеди Божьи, и назовем их заповедями общества, государства, хотя они называются тоже законами, все это как бы закон, но это вот заповеди, да, и вот вот это у них пересечение, это все, что должен принимать истинный человек Божий. И вот рассматриваем, продолжаем на примере животных, то есть убийство животных просто в жертву якобы принесенных Богу, это, конечно, для нормального человека в обществе, там, да, даже если он куда-то там ходит раз в год в какую-нибудь там секту захаживает, все равно для него это мракобесие, он сам этого никогда делать не будет, он готов там свечку поставить, молитвы почитать, да, помедитировать, но убивать животное якобы в угоду Богу, в приятное благоухание, для него это зло. И возьмите, наоборот, убийство животных ради пожиральных трупов. В законе всех стран, наверное, мира, я не знаю, где вегетарианство узаконено, да, и убийство животных ради пожиральных трупов называется злом, во всех государствах это закон, якобы добрый, но в этом законе есть религии, есть люди, в частности, причем, я говорю, ну, или учения, религия и вера учения, конечно, слова тоже близки, вот, но религия всегда ассоциируется, и, в общем-то, правильное определение, это все-таки какое-то, это культовое поклонение Богу, а человек, живущий просто по учению, ему ничего не надо, никакие не обряды, ничего. На самом деле, христианство настоящее, это есть веганство, там, в частности, как часть христианства, это абсолютно децентрализованное, личное исповедание человека, определенного мировоззрения и жизни по этому мировоззрению. И вот, пожалуйста, то есть, закон говорит, что якобы это добро, это делать можно, за это тебе ничего не будет, потому что это добро, это не зло, то многие вероучения и даже действительно есть так называемые религии, которые говорят, что это зло, этого делать ни в коем случае нельзя. Все понятно, вот и все понятно. Так вот, законы государства. Теперь мы, я, конечно же, этот ролик записываю в контексте, кто знает последних событий в России политических, там, с арестом Навального, с тем, что в тюрьму посадили, да, вот. Ну и вообще, конечно, когда-то уже об этом как бы поднимался вопрос. Конечно же, я уже сказал, что если по Библии все это говорить, это можно с ума сойти, это просто надо, да, докторскую диссертацию писать, размером с Библией, которую ты будешь еще защищать в течение года, и тут можно целый цикл роликов писать, если это все кому-то говорить, да. Вот, и поэтому, у кого есть желание по Библии там разбираться, то я всех всегда просто приглашаю на свой канал Христолюб, чтение Библии и иных писаний, там мне Библия записана целиком, естественно, все эти внимания, может быть, не прям, всегда обращаю внимание, но стараюсь. Ну, по той простой причине, если я говорил, что, знаете, вот именно я-то сам, конечно, в личном исследовании делал такие по жизни эксперименты, то есть, меня интересовал какой-то вопрос, я мог целую Библию перечитать на предмет и все оттуда взять и изучить и понять, да, на предмет какого-то вопроса, чтобы найти себе ответы на этот один вопрос или на какую-то там группу вопросов. Ну, сегодня вот общими словами я вам выражу то мировоззрение, которое считаю истиной и проповедую. Так вот, по поводу закона. И вот у христиан, действительно, или у людей просто светлых, чистых, добрых, стремящихся к познанию и живущих, потому как познают, возможно, даже потихонечку совершенствуются и получается у них идти, да, тернистым и узким, нудящимся путем в небесное царство, очищая свое сердце и жизнь. У них вот диссонанс тоже. Вот можно ли добрые дела возводить в рамки закона? Я вам скажу, что можно. Хотя, кто слушал Библию, я иногда говорил такие вещи, что якобы, вот отпусти, вот убери все законы государственные и узнайте, кто есть кто. Это действительно так. Но вот сейчас я попытаюсь, это понятно, что это так. И многие люди проявят себя как нехорошие, вот, а, соответственно, наоборот, многие проявят себя как хорошие, становясь на сторону света, да, в противовес этому злу, да. Ну, вот я просто буду на живых примерах тоже рассказывать. Во-первых, возьмем, что государственные законы, вот как я уже нарисовал вот здесь, они, это вот это вот еще раз область подчеркнем, это вообще законы, регулирующие нашу бытовую жизнь. Зачастую они вообще, знаете, их назвать добрыми или злыми, я говорю, нету. Они просто упрощают нашу жизнь. Они систематизируют как-то нашу жизнь, тем самым ее упрощая. И, в принципе, их тоже можно назвать добрыми. И соблюдение их нам самим несет добро. Именно поэтому за нарушение, так называемых, этих законов, многие законы эти вообще имеют предписание рекомендации. А если даже их нарушение несет за собой несущественное наказание, так скажем, в виде, кто знает, наказание может быть каким-то простым выговором. Просто сказать человеку, не делай так. И в любом случае, нет, давайте я сначала центральную мысль скажу и к ней опять подведем. На самом деле, я использую фразу Павла, хотя я говорю, а там не особый контекст, что закон, а мы знаем, что закон добр, Павел писал, да. И вот обратите внимание сейчас на то, что я скажу. Вспомните, как вам все говорили. И вообще, мы просто стали так относиться, кстати, мы так стали именно относиться, потому что есть много злых законов. И более того, эти законы нарушаются, этими законами манипулируют, этими законами, под прикрытием этих законов творят зло. Да, то есть, именно поэтому стало такое отношение. Но на самом деле, вот сейчас мы возьмем даже крайней степени какие-то, вот заповедь не убей, или закон есть. В каждой стране есть закон не убивать. Нельзя убивать, за это ты будешь наказан. И есть заповедь. Вот смотрите, эту заповедь, то есть мы сейчас на крайнем примере, и естественно мы коснемся всех, наоборот возьмем контраст, противоположно какую-нибудь самую маленькую заповедь, самую простую. И посмотрим, узаканивание ее, это плохо или хорошо. И вот из-за того, что у нас, конечно, уже к закону такое отношение, к сожалению, и Павел и сказал, в принципе, он там и продолжает, закон добрый. Мы знаем, что закон добр, и он добр для тех, кто на добро его использует, да, Павел говорит. Это очень важно тоже. Закон добр, если кто добр им, как он там сказал-то, да, на добро его использует. Если на зло, закон опять, это же не меняет, но кто на добро его использует, да. Вот, если законом ты прикрываешь, чтобы творить зло, конечно же, такое тоже может быть, я говорю, можно манипулировать, искажать его и так далее. И вот возьмите заповедь «Не убей». Вот она узаконена, ведь не убивать нельзя, нельзя. Какая-то любовь. Бог есть любовь, Бог есть жизнь. Убийство – это смерть, это противобожеский акт. Вот не убивать нельзя. В каждой стране, в каждой стране есть государственный закон «Не убей». А вот, смотрите, нормальные люди, нормальные родители и нормальные правители, ведь нам всегда с детства, я вот так вспоминаю, тоже всегда я анализирую жизнь, почему вам это тоже говорю. Ведь, в принципе, и сам бы я так сейчас сделал, будучи уже взрослым человеком со своими детьми, будучи на каких-то должностях, соответственных там в государстве, на своем месте. Ведь мы подаем, ведь родители как говорят, вот убивать нельзя, да, свои нормальные родители, да. Не такие, которые говорят «Встань и убей», есть и такие, да. Почитайте про царя Давида, как он своего ребенка учил жизни. Да. И вот, ты говоришь, убивать зло, человек убивать нельзя. Ты ему объясняешь, что это сущность бытия. Но ты и ребенку говоришь, если ты нарушишь эту заповедь Божью, то общество тебя. И, к сожалению, мы из-за вот этого опять непонимания внутренней сущности бытия, и люди именно злые, у нас, заметьте, вот, я не знаю, как в других странах, в России, в принципе, тюрьмы названы, на них на самом деле написана исправительная колония. То есть цель тюрьмы не погубить человека, а помочь ему исправиться, изолировав его на некоторое время от общества. Это, знаете, вот я когда первый раз, по-моему, над этим задумался, я сам удивился, насколько, в принципе, с одной стороны, человек уже не такой тупой, мы все от Бога умные, и все мы, по идее, делаем правильно. И вот опять, вот исправительная колония, это же хорошо получается, хорошо. А что в ней вытворяют, в этих исправительных колониях? Я имею в виду сейчас даже не самих правонарушителей, да, а уголовников, как их называют часто, да, а именно тех, кто должен их исправить. Что творят там эти сотрудники колонии, да, и как они относятся, и какая у них цель. Они, конечно же, давно забыли, что на ней написано. Возьмите более мелкий пример. Вот я как водитель, я езжу за рулем, да. Вот правила дорожного движения. Они добры или нет? С одной стороны, то, что придумали светофор, и то, что на красной стоит зеленый иди, это неплохо, нехорошо. И вот когда мне говорят, что узаканивая заповедь, мы отменяем любовь, как бы добровольно, свободно избираемую, я вот и отвечаю, что, поймите, нас очень много, это раз, любви хватит на всех, это два, поэтому от того, что мы часами не будем стоять, вот водитель и пешеход стоит, и вот они два часа будут решать, кто из них добрый, кто из них злой. Один будет машину пропускать, другой будет пассажиров, водитель будет пешехода пропускать, пешеход будет водителя. Слушайте, ну кто меня слушает, если водитель? Особенно в разных городах живущих, это можно, наоборот, к деревне применить, это можно, наоборот, к большому очень городу применить. Вы представляете, что будет без регулирования вот этого вопроса? Да, они по любви, каждый может, да проходи, проходи, да проезжай, проезжай, вы знаете, тогда мы будем на работу ехать по три часа, из-за своей так называемой любви. Вы знаете, любви никогда не будет мало, я об этом много раз говорил, о том, что в раю не было страданий, не было смерти, не было, ну, боль может получать человек, умереть мог человек в раю, но никто его не убивал, никто никому якобы не причинял страдания до первого случая, до так называемого грехопадения. Как же мы там должны были любить-то друг друга? А как мы будем любить друг друга в небесном царстве, в котором якобы мы ни в чем не будем иметь нужду? Ну, я всегда привожу простые жизненные примеры, что я могу себе, конечно, сам кофе заварить, но мне приятно, если мне его заваривает кто-то. Да. Я могу сам себе что-то купить, но нам приятны подарки, нам приятно внимание. Я могу сам себе сказать теплые, приятные слова, красавчик, умница, но мне приятно и мне радует, когда мне это говорит кто-то. Возьмите женщину, мужчину, родители, детей, друга и подругу. Мы же друг другу все время доставляем не только радость в том, что мы восполняем какие-то недостатки, то есть минимум, да, то есть устраняем зло из жизни человека до нулевой линии, доводя. Мы и сверх что-то делаем этого. Это же все понятно, элементарно. Неужели вот это... И любви нам хватит на всех. И я приведу дальше пример. Вот вы стоите, я говорю, то есть вы понимаете, в большом городе или даже в маленьком это невозможно зачастую, все эти вещи. И то, что казалось бы, вот то бы он добро сделал, он бы пропустил. Смотрите, любовь проявил. А тот бы в ответ ему какую любовь проявил, я бы всегда говорю, благодарность, это любовь. Спасибо, он бы сказал там, да, кивнул бы или пешеход бы ему поклонился и сказал, да, спасибо. Смотрите, мы законно устранили любовь, дела любви. То бы они любовь друг другу показали, один бы пропустил, другой бы поблагодарил. Слушайте, ну это невозможно. Это реально физически невозможно в таком мире, в котором мы все куда-то бежим, у нас все по часам. Это пространственно-временное измерение. Мы ограничены какими-то вещами, мы сталкиваемся, ранимся. Вспомните Иисуса Христа, который по воскресенье своем мог проходить сквозь стены. Вы знаете, если бы машина могла проезжать вот так сквозь человека, ну не надо было тогда, ну шоу, и машина едет, и он идет. Но при этом, вы помните, ученики его могли трогать. То есть у него была плоть, но он проходил сквозь стены. Вы понимаете, что это просто жизнь такая. Мы в пространственном временном измерении. Мы куда-то идем, спешим, у нас часы вот так крутятся. Да, вечности этого не будет. Мы можем не спешить, можем встать, нам не надо будет идти на работу на какую-то по расписанию. Мы можем взять где-то что-то, поудобрять, все само растет. Мы чем-то занимаемся просто, как вот в жизни, знаете, как у вас выходной, называют хобби. Ты без хобби можешь прожить всю жизнь, батрача на работе, поел, поспал, опять на работу. Но есть хобби. Тебя никто не торопит. Ты чем-то занимаешься. Ты можешь годами делать какую-то одну вещь, рисовать одну картину. Положил кисть, тебя никто не гонит. Все это придумано. Просто из-за того, что мы живем в этом Богом придуманном, пространственном временном измерении. Да, для познания себя. И да, вот этими законами, узаконенными, добрыми делами, потому что пропустить человека, это добро, оказало ему любовь. Но мы упрощаем жизнь по необходимости. И это нормально. И мы говорим, что это добро. Знак, который висит, вот я как водитель говорю вам, на резком повороте 40 км в час. Вот этот закон, он добр или не добр? Добр. Он не желает добра. Я, превысив его, улетаю в кувит. И кто водитель, тот меня услышит и поймет. Не раз не соблюдая эти законы, ты встревал. И ведь его придумали тоже не просто так. Просто там до тебя кто-то уже летал, кого-то не видел. И возможно, заканчивалось это очень печально. И дорожные службы не просто так придумали. Они предупреждают, они желают тебе блага. Но при этом, если ты проедешь там под 80, и там будут стоять те, кто наблюдает за соблюдением закона, тебя штрафуют. Вот они сделают тебе зло? Нет. Они сделают тебе добро. Они принуждают тебя совершать этот закон, соблюдать? Нет. Смотрите, еще очень важный момент. При наличии законов мы можем их нарушать. То есть, норма законов, которая придумана государством, точно так же, как и Бог, будучи всячески во всем, он и есть закон нашей жизни. Мы знаем, что любовь, природа, благо бытия, но мы ее нарушаем. Закон государства можем нарушать? Можем. Мы потом пожинаем плоды. Так и от Бога мы пожинаем плоды. Бог все устраивает в жизни так и сводит разные ситуации жизни, что мы воспитываемся. Мы попадаем в эту колонию исправительную в какими-то ситуациями в жизни. Вы внимательно послушайте все, что я вам сейчас говорю. Кто считает, что там законы государства, что надо или не надо заканивать любовь. Проанализируйте все, что я вам буду говорить потом и сами еще подумайте, когда закончится ролик, вообще над жизнью, вот на такими вот моментами подобными, сами что-то попытайтесь придумать, и вы поймете, что это, ну, я просто разные сферы живу, вам какие-то, может быть, другие сферы ближе. Вот эти вот ДПСники, кто следит, да, дорожная полиция меня оштрафует, она мне добро сделает. Вы знаете, у меня, может быть, мозги встанут на голову, что да, боль, они не предупредят, ты мог улететь. Ну, и вот смотрите, вот закон, 40 кентров в час ты не умеешь выше ехать. Его поставили специально перед крутым поворотом, ты мог улететь просто в Кувейт, потому что там могла быть скользкая дорога очень часто. Его не просто так там поставили, поставили знак кривой дороги резкого поворота, знак ограничивающейся скорость, и я это нарушаю. И вот какое проявление любви. Ведь дорожная полиция может тебе просто содраться, тебе три шкуры, и все. И если в дорожной полиции будет служить святой человек, первое, что он скажет, он скажет, ты понимаешь, что ты мог разбиться. Вот ты ехал, вот мы здесь стоим, и вот таких, как ты, останавливаем. И слава богу, что мы тебя остановили после того, перед тем, как ты мог вообще улететь. Тебе здесь могло не быть. Ты мог вообще уже не повернуть, и мы бы тебя не остановили. Потому что ты бы уже там валялся на перевернутой машине с мозгами, расплывающимися по всему салону. Я это говорю, как водитель, который, потому что садясь за автомобиль, это опаснейшее средство передвижения. Водитель ежедневно по несколько раз подвергается потери здоровья или жизни. Я это знаю, как водитель. Какой бы вы аккуратный и правильно водитель не был. Десятки случаев за год, когда тебе просто, как говорится, бог спасает. Ангел-хранитель. Водители меня поймут. Когда ты именно халтуришь, расслабляешься, специально нарушаешь, ну или так скажем, якобы рукой машешь, думаешь, да ладно, что ли. И вот нормальный полицейский, допустим, дорожный полиция, ДПС, да, он проявит, смотрите, у него остается сколько возможностей проявить любовь, предупредить человека, воспитать его. И причем вот именно в том же самом уже ответственности за нарушение этого закона. Это же любовь, потому что кто знает практически во всех, не говоря уже о самых грубых, вот им сейчас мы до них дойдем, первое наказание это предупреждение. Вообще устное предупреждение. Причем предупреждение в каком плане, не просто ты там не ездишь, а человеку донести, сказать, как мы детям своим доносим, воспитание, что ты понимаешь, ты сам мог себе навредить. Вот вдумайтесь в то, что я говорю, значит те, кто придумывает закон, потом его исполняют, придумывают правила, правила, закон, заповеди. Их там, ну знак надо еще понатыкнуть, то есть вводят их в реальную жизнь, все, надо придумать, что надо там знак, узнать, где поставить. Я остаюсь свободным его нарушать. И наказанием не может быть, вообще чисто предупреждение, хотя действительно я мог себе вообще просто жизнь свою, я мог погубить жизнь чужую, я еду в машине с семьей, может быть с посторонними людьми я кого-то взял на попутки и человек мне заплатил там за попутку 200 рублей не за того, чтобы я его убил или лишил здоровья. То есть я нарушение закона, я сколько зла принес. И нормальный, конечно же, ДПСник, он что сделает? Он скажет, человек, ты понимаешь, что ты мог, он попытается прежде всего воспитать. И вы знаете, настоящий человек, поняв, что он действительно совершает ошибку, грех, своими противозаконными действиями, когда еще кого-то, я говорю, мы можем этим, это я взялся с поворот, тут можно случаев вообще рассмотреть, вот прекрасно знаете, аварии, это страшная вещь, это когда ты летишь на красный перекресток и там всю кучу собираешь по 20 этих, вот, это сколько жизней погубленных. То есть это, разве этот закон плох сам по себе? Нет. Закон добр, вот тут Павлова, сейчас уберем контекст, там немножко другой у него контекст, но не суть важна. Закон добр, то есть это заповедь и нам сначала они просто говорят и точно такой же знак, как и Библия, это бумажка, да, вот на ней написано, ты можешь остаться от неисполнения и ДПСники не стоят под каждым знаком. И опять к водителям обращаюсь, мы тысячи раз в день нарушаем разные правила, я по себе знаю, вольно или невольно, да, как православные каются, ведение или неведение, и ладно бы неведение, чего-то ты не знаешь или ты можешь даже какая-то там вещь засмотреться, чуть-чуть на линию там наехать, руль немножко что-то объезжал, это не суть важна, а вот действительно частенько, мы частенько-то мягко скажем, ты его действительно нарушаешь, и тебя просто проносят, и тебя же никто за это, ДПСник не стоит на каждом этом, и у нас в день можно водителей по сто раз штрафовать. То есть, заметьте, опять это чисто тоже дело случая, даже это наказание. Вы знаете, я законные штрафы, когда мне действительно не... И вот именно, но есть... И пожалуйста, вот Павел говорил, кто законно употребляет, для того он добр, да, но как пользуются ДПСники, кто знает, да, есть закон, если у тебя грязные номера, типа тебя надо штрафовать, опять там есть соответственные причины. Но прекрасно, вон в интернете, посмотрите, чем ДПСники занимаются, им дубинку дали, форму дали, с корочкой, все, он прям идет сам, хоп, кусок грязи, они так делают, листы там по осени, да в этом, пожалуйста, нечистоплотные люди, сами по себе грешные, и все, он закон, но он использует его не на добро, он разводит водителя, никакого листа у него не было, там осенью не прилипал, никакая грязь или снег, там снежок прям берут зимой, бац, пока идет сзади, и все, водитель не видит этого, и начинает, вот смотри, у тебя заляпаны номера, все, и разводит, плюс более того, потом этот штраф идет не в государство, то есть не на пользу общества, естественно, разводит на карман, вот сюда, вот вам, пожалуйста, закон добр, да, для тех, кто им законно пользуется, как Павел сказал, кто законно употребляет его, и употребляет его на добро, Павел, и так еще, там, длинная у него фраза, с большой мыслью, да, кто законно его употребляет на добро, так, место любви остается, конечно же, смотрите, тот, кто придумал эту заповедь, по сути, вот государство, это все мы с вами люди, кто-то там это разрабатывал, вот кто исполняет, следит за его соблюдением, но опять же, он может предупредить водителя, это же любовь, он вообще, получается, никак его не наказал, вообще никак, просто предупреждение, есть почти по, конечно же, ввели некоторые крайние, за убийство не предупреждают, то же самое сейчас водитель, я уже не буду говорить, уже все там, за пьянство, конечно, за рулем уже не предупреждают, и правильно делают, то есть мы сейчас, это вообще крайняя степень, где человек может столько вреда принести, там уже предупреждение не отделаешься, но достаточно много, вот этих статей, в том же самом правиле дородвижения, где первое, инспектор ДПС, он принимает сам решение, но у него есть по закону, начать с предупреждения, и закончить там тоже разными степенями штрафа, в зависимости от человека, первый, второй раз, как он себя ведет, принимает, он соглашается, да, 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 я виноват, я виноват, но единственное, он говорит, слушайте, я многодетный отец, у меня шесть детей, напиши самое сколько можно, минимальное, по закону, я не потяну просто, да, для меня это будет караул, я виноват, я виноват, да, даже если ты не хочешь мне предупреждением отделаться, штраф, если можно, минимально, потому что там есть планки всегда, там от 500 до 2000 максимально, вот вам живой пример, если бы закон мы подносили как добро, что и есть на самом деле, на самом деле так и есть, просто мы настолько в нашем обществе привыкли, что закон по сути, это лишь инструмент для беззаконников творить зло, там сам обогащаться, все что угодно, власть, слава, деньги, ну все, корень всех зол, полгал собролюбия, у нас основная часть грехов, это из-за денег, мы что-то хотим поиметь, да, что-то из-за власти, славы и там так далее, да, гордыни, тщеславия, чего-то там, да, ну, смысл один, ну, а в основном это деньги, побольше, побольше, вот, и так что не разберите, я вам так накидал, вот я вас уверяю, что если вы после, и до вас дойдет, что я говорю, вы вот вникните, кого, какой не коснись вещи, это добро, и установленный законом, государством закон, ничем не отличается от того внутреннего закона жизни, который установил нам Господь Бог, мы же Бога не обвиняем в том, что закон благопытия, это любовь, потому что это просто есть, это очень важно просто понять, и еще, вот именно, что при этих даже соблюдениях, и несоблюдениях закона, всегда остается, возможность проявления другой любви, ведь любовь, не важно в каком она проявлении, вот именно, я соблю закон, возьмите давайте какой-нибудь еще другой пример, у нас по закону там пенсионерам пенсии выплачивается, многим эту пенсию на дом носят, даже если не носят, и в кассу приходят пенсионеры, там сейчас, ну сейчас конечно карточки уже многие выдают, но раньше в кассу ходили, слушайте, покажите мне человека, который, ведь, как я все говорил, зайдите в любое госучреждение, или в любую компанию, ну в частных там, хотя бы их журят, а в госкомпаниях знают тоже, как относятся, ведь разные люди там есть, она закон выполняет, да, давайте еще проще возьмем пример, магазин, вы заходите в любой супермаркет за едой, вас по-разному обслуживают, она вас обслуживает, да, вы за это платите, все, никто никому ничего не должен, вам товар, вы деньги, но заметьте, с какой, некоторые продавцы, с улыбкой, все вам сделают, запакуют, то есть сколько она еще любви, она сама может там что-то сделать, помочь, если видит там развязанная сама, она же делает дела любви, и вы это видите, как она за вами, как скажем, ухаживает и старается вас качественно обслужить, да, она улыбается вам, это любовь, она говорит что-то приятно, многие говорят, добрый день, как дела, ну в зависимости от магазина, может супермаркеты, предыдущие такого не говорят, но в каких-то крупных магазинах вы зачем-то пришли, там может быть одежду выбрать какую-то там, с вами и поздороваются, и поболтают, да, то есть это и есть дело любви, а вы когда уходите, благодарность, это одно из проявлений любви, причем как раз обратное на акт любви, потому что ты взамен ничего не можешь ждать, так скажем, но даже при покупках, заметьте, мы даем и так деньги, мы купили, что тебе от меня надо, я тебе заплатил, нормальные люди, говорят спасибо, спасибо, тоже желаю всего доброго, доброго дня, всего хорошего, всего наилучшего, мы благословляем, мы желаем добра, мы можем оставить больше, есть такие понятия как чай, кто нам запрещает, при фиксированной сумме, я вот стараюсь с людям на чай, там не важно, даже в магазине, чуть, ну в крупных, конечно такого нет сейчас уже, потому что убрали этот момент, но если, а раньше, особенно когда частный, там какие-то магазинчики, на рынке я там вижу, бабушка, да она мне там сдачу дает, я не беру, зачем она мне нужна, хотя при этом я там выбирал, если что-то меня даже перевешет, может даже случайно, она как-то сама запуталась, не ту цифру на весах вбила, там я как бы говорю, что это неправильно, да, она мне там переделывает, но при этом потом она мне отдает, 50 рублей там сдачу, с 300 рублей, я их не беру, хотя только что там, за эти 10 рублей, так скажем, показал, что на весах неправильно, или вы не ту цифру ввели, там, да, стоимость, допустим, товара чуть-чуть ошиблись, не по 80 рублей там яблоки, а по 90, да, и при этом оставила ей эти 50 рублей, да, а это чистые деньги, это возможно больше, чем она с этих яблок заработала, с этих 250 рублей, она может там 30 рублей заработала, 10 процентов, накрутка там, а я ей 50 рублей сверху оставил, вот, кто мешает творить еще большее добро? Никто, любви всегда останется место, абсолютно всегда, и точно так же закон, я говорю, несмотря на его существование, его же все равно нарушает, то есть это не лишает свободы человека, да, я сам говорил, что понятно, многие люди этим страхом держатся, какая-то группа, кто-то, да, все, он говорит, я и убивать, он знает, что за убийство во многих странах до сих пор есть око за око, то есть тоже смертельная казнь, вот, и конечно же, да, и сейчас полное беззаконие, не наказание в земной жизни, да, за это, то, конечно же, когда тебе нету страха, тебя у многих по яйцу убери, сейчас что воровать тоже это зло, это и так грех по заповеди Божьей, потому что если я люблю человека, а заповедь Божьей любовь, как я у него буду забирать что-то, тайком или насильно грабить человека, вот, это и по закону, я как бы знаю, но опять же, все это знают, и более того, смотрите, я вам скажу, что закон даже со знанием ответственности ничем не отличается, к сожалению, вот корень этого, кто у людей даже светлых, свободных от культов, знаете, у них корень это откуда сел, вот от лживого, от лживого мировоззрения или учения извращенного, евангельского учения Иисуса Христа и вообще учения истины, что якобы есть какое-то прощение без покаяния, что Бог это всепрощающая любовь, что Бог никого действительно не наказывает, Бог никого не судит и Бог никого не прощает, только не забывают сказать, они очень часто любят вот эту бредятину нести или что якобы Бог потом накажет, а я вот здесь там всепрощающий, это бред, это просто не истина, вы просто находитесь в этом лживом мировоззрении, даже мне близкие люди, я говорю, вы поймите, нормальный человек, нормальный родитель, и когда будет учить истине нормальный христианин, проповедник такой, как ваш покорный слуга, он всегда говорит, что вы все получите должное воздаяние, это то же самое, просто я этого не делаю, но ты сам получишь от такого же, как ты, земля круглая, Бог, Бог управляющий всем миром, сделает так ситуацию, что если ты сегодня сам кого-то грабишь, тебя завтра грабят, ты убиваешь, тебя все равно убьют, ты с такими же будешь крутиться, тебя завтра самого задавят, посмотрите на ОПГ там какие-нибудь, в 90-е, как говорят, многие ли там выжили, одни других резали, нормальный христианин, человек света, ученик истины, в частности, Христа, если он, конечно, правильно все понимает, в его жизни, учении, это то же самое, мы своих детей предупреждаем, что будешь воровать, если даже тебя не поймают, как раз государство, хотя в государстве эту заповедь узаконили, ты ничего хорошего от этого не повлечешь, не поимеешь, ты потеряешь больше, нормальные христиане, именно так бы проповедовали, детям, родителям, друзьям, понимаете, поэтому то, что тебя здесь, есть как бы более того, заметьте, что вот это просто факт жизни, что зачастую даже законы, действительно наказания, я всегда говорил, в человеческой жизни, в нашей, они зачастую меньше и, они меньше и действительно любвеобильнее тому, чему должны быть в соответствии, да, то есть даже вот этот принцип око за око, он как раз действует в божьем бытие, что Бог так, потому что мы по-другому не понимаем, это реально так, потому что почувствовать боль и весь вред греха, который ты сделал, можно только испытав его на себе, а люди даже сделали, что казалось бы, я делаю это зло, и мне назад это не возвращают, и во многих странах отменена смертная казнь, даже за ужасные преступления, где ты не то, что одну жизнь забрал, которую потом мог забрать у тебя, это массовое убийство, может быть там терроризм какой-нибудь, ты взрываешь просто толпу людей невинных, да, и ничего, даже жизнь твою единственную, хотя ты десятки жизней унес, ты столько страданий принес, там в эти семьи, да, и ничего, то есть заметьте, насколько люди и так любвеобильные, многие наказания за эти так называемые преступления, государственных якобы законов, хотя многие из них и являются законами Божьими, как и вот в этом семечке, который я вам только что показывал на экране, рисовал, да, вот, они очень любвеобильные, поэтому все вот эти вот законы, которые соответствуют, истине, и они якобы даже узаконены, это хорошо, в этом нет ничего абсолютно плохого, абсолютно ничего, потому что сам принцип, тебе говорят, что закон это добро, которое несет тебе человек, закон говорит то же самое, что и говорит любой проповедник истины, по идее проповедники закона, евангелисты в любом государстве, у нас по идее должно быть это в школах, потому что не закон Божий, да, ну, в смысле, вы поняли, да, это, конечно, закон Божий, но какие там под законом Божьим, чтобы, вот опять, да, ассоциация сразу с православной бредятиной, где там, что только потом не впихивают тебе вместе с этим законом Божиим, начиная с не убей, не укради, и тебе все впихнут в соблюдение субботы, да, а это уже не закон Божий, вот, то есть тебе из того кругляшка, зря я переключил, наверное, картинку, тебе вот из этого кругляшка, а уже потом под сладким соусом закона Божьего, действительно, не убей, не укради, тебе впихнут и соблюдение субботы, и все туфты, как это сделал Моисей, да, вот, я в этом плане, поэтому, видите, приходит все время оговариваться, потому что у нас уже настолько все эти понятия пересечены и извращены, вот, а действительно, все, что соответствует вот этому семечку, все, что даже якобы это закон истины и во многих государствах узаконено, в этом плохого ничего, как бы, нету, да, вот, тем более, вы знаете, это говорит о том, что, если это нормальный закон, это говорит о здравости общества, и вот тоже возьмем веганство, очень близкое мне тоже, да, тема такая крупная, и тем, кто меня слушает, казалось бы, веганство нельзя узаконивать, а с другой стороны, если веганство будет принято общим, общим количеством людей, я считаю, что узаконивать это можно, наверное, тогда, когда это единогласное вообще решение, да, людьми всеми принято, да, тогда, да, его можно и узаконить, и его, кто надо, будет опять нарушать, и опять же, он может нарушать втихаря, и никто это не будет знать, да, у нас есть, да, наркотики, они вне закона, но их продолжают производить, распространять и употреблять тем, кто надо, вот, это может быть тоже самое с вегетарианцем, да, с веганством, это, конечно же, вот я не договорил, сейчас что-то я опять с веганством прыгаю, да, я, не, знаете, я говорю, как-то не хотел, хочется иногда какую-то прям структуру разобрать, там, все по полочкам, но я вот так вот наговариваю, надеюсь, у вас что-то складывается в голове, я говорю, вот возьмите эти пенсии, носят по домам, ведь она, принеся пенсию, это закон, закон, да, мы положили, что человек трудится, потом он платит налоги, он, по сути, сам себе на старость собирает, потом ему-то обратно возвращают, и то это как бы, сейчас он кормит, наоборот, стариков пока работает, потом сам становится стариком, и так все, по идее дети должны заботиться о родителях, так это так и есть, все эти мы работающие дети, все этот общий чан складываем, более того, получается, мы когда складываем в общий чан, мы запутимся не только о своих детях, у человека уже не может быть, может не быть своих родителей, может быть они рано ушли, кто-то не дожил, у нас до пенсии многие не доживают, да, вот, по сути ты даже помогаешь другим, вот, и опять же, то, что узаконили, придумали там пенсионный этот фонд, пенсию, всю эту систему, она неплоха, кто знает, просто вопрос, куда там все эти деньги уходят, кто ими там крутит, куда ворочают, да, да, сколько полагают на все это, а то, что мы скидываемся в общий чан, и это распределяется потом, среди, так скажем, нуждающихся стариков, кто-то остается без детей, погибают, умирают болячки, смерти, естественные, насильственные, какие угодно, да, человек остался один, а кто о нем должен заботиться, почему это не должно быть, и такая государственная, более того, я говорю, все равно в самой системе опять люди, ведь та, кто будет, соцработник, будет этим стариком приходить, переносить пенсию, что-то помогать, но ведь она по-разному может прийти, она может прийти поговорить, что-то помочь, она там бабушку, говорит, не могу, что я тебе день, достань мне его, он оттуда, я уже не могу достать, она что-то ей может сделать, та ей в ответ говорит спасибо, несмотря на то, что она якобы принесла ей законную пенсию, она благодарит, спасибо, чайком угостит, посидят, попьют, вот кто отменяет эту любовь, никто, и поэтому то, что, так скажем, в обществе узаканиваются заповеди бытия, вы знаете, плохого в этом, ну, как бы ничего нету, тут такая, понимаете, да, скажите, все станут веганами, и не нужен будет закон, и я и так сказал, что по идее закон должен приниматься, как и принимается там, большинством или единогласно, да, и, и, конечно же, когда, если все большинством приняли, то мы и так стали всеми веганами, а зачем тогда закон, мы и так ими были, а зачем это где-то писать на бумажке, вешать на столб, ну, как раньше там, да, распространять, сейчас это в интернете, все, если и так все, единогласно, есть веганами, и уже об этом объявили, казалось бы, абсурд, так в этом и смысл, что, знаете, действительно, мы живем по закону большинства, и, тут вариантов, как бы, немного, потому что, ну, вот, не знаю я, как вам объяснить, я сам, как бы, до конца, не то, что не понимаю, а, понимаете, нету практики, то есть, мы можем рассуждать, а как это будет в реальности, я говорю, у нас много, что незаконно, и что, люди продолжают это делать, хорошо, большая часть человечества стала веганами, но они могут сделать, что веганство, это вне закона, наркотики вне закона, в некоторых странах, алкоголь вне закона, есть такие, от курения, вред или польза, смотрите, оно в законе, то есть, тут, конечно, есть такие, такие тонкие грани, что, надо понять, веганство, мы не должны забывать чашу весов, преступления, наказания, вот о чем я уже, то что-то тоже яркие примеры привел, вот в принципе, убийство насильственное, осуждается, действительно, наверное, я возьму, резкое округление, это 100% человечества, это действительно так, это действительно, потому что никто не рождается с этим, человек лет там до 10, до 15, ребенок, когда растет, то он, убийство это зло, да, это, ни один, ни один здравый человек, хотя таких больных много, я говорю, возьмите Давида из Ветхого Завета, который собственному ребенку, говорит, возьми мяч и убей его, вонзи в него, да, человечество может доходить до такого безумия, но я рассматриваю, допустим, современный мир, хотя тоже у нас еще есть разные страны, но в принципе, убийство считается страшным грехом, да, причем не 51% общества, а 49%, и тогда бы баланс был небольшой такой, да, такой хрупкий, а действительно, я думаю, что это можно даже 100 назвать, причем, если даже они где-то это, может, так человек не думает, он публично скажет именно так, то есть это в принципе 100%, именно поэтому за убийство там сразу идет, я говорю, там не идет такие варианты, как предупреждение, да, еще что-то, и вот насчет веганства, почему такой дисбаланс тоже, а можно его, я еще пока не слышал себе в ответ, чтобы кто-то ответил, да, вот на такую дилемму, а я вам отвечу, думаете, тут тяжело ответить, нет, то есть тут то же самое, это узаканивается постепенно, и если сейчас животноводство якобы добро, хотя это самое настоящее зло, это такое же убийство, только животных, то действительно, когда общество будет дорастать до этого, вы просто увидите, если такое вообще в жизни произойдет, я не знаю, на нашем веку, или на веку вообще всего человечества, что если общая масса начнет людей просветляться, прозревать, и увидит это, то и начнутся плавно законы меняться, то есть сначала это будет на уровне, что это будет просто осуждено обществом, за это ничего не будет делать трупожорам, убийцам, но в законе уже хотя бы не будет, во-первых, уберут все законы, которые поощряют, или как-то одобряют убийство, якобы там регулируют животноводство, то есть начнут эти законы уничтожаться, потому что это будет показано о том, что нет никакого гуманного забоя, будут выноситься эти уже понятия из закона, то есть начнется хотя бы убирание, оправдание зла, первое, не твори зла, то есть первое зло, это оправдание зла, это самое страшное зло, когда черное белым названо, горькое сладким, мы увидим, что если так будет, это просто естественно будет в обществе происходить, и начнутся убирать эти законы, якобы там цирки, да просто чтобы не жестоко, хотя сама клетка, животное в клетках, это уже зло, никаких цирков с животными, зоопарков, в принципе в человечестве не должно быть, мы все хотим свободы и жить там, где мы хотим, и ходить туда, куда мы хотим, и вы увидите, как начнут пропадать эти законы, и это будет естественно для нормального общества, ведь закон, это то, что люди называют добром, и плюс поймите, закон, вот именно, смотрите, мы сейчас опять рассматриваем, сегодня начали, обратил внимание, якобы на страны государства, где якобы религия отделилась от государства, то же самое, где вместе, пусть даже там иудаизм, или мусульманство, или псевдо-христианство, когда оно было, мусульманство тоже везде по-разному, и разные, как говорят, есть радикальные, вот это мусульманство есть нет, то есть, пусть даже это, пусть это даже все вместе, но там начали реформацию делать, переосмысленные, и начали убирать все это, пусть это у них там все вместе, не делят на закон заповеди божьих, и заповеди человеческих, то есть это одно, всегда законом называлось это то, что несет человеку благо, В теории это именно так. Но мы надо благом называем зло, надо просто понять. Поэтому куча какая-то, говорим, беззаконных или грешных законов, если религиозным языком, неправильных законов, злых законов. Это очень тоже важно понимать. Потому что они и есть не истины, действительно. Они есть, они вот в этой группке. Их тут якобы подают, но это не истина. Истина – это вот то, что я вам нарисовал. Это вот это вот, какое получилось у меня, малиновое какое-то семечко. Это где совпало. И все, что… Вы знаете, помните, всегда эту фразу прервал. Я папе говорил, когда мы за это закусывались насчет государства. Я говорил, все, что у меня соответствует истине в жизни общества, в его законодательстве, я соблюдаю, конечно же. Потому что это и так. Все, что нет – это зло. Более того, это зло названо за счетом светом, вот им якобы, потому что закон якобы добр. Я должен соблюдать. А я-то вижу, что это зло. Я-то прозревший. Я-то вижу, у меня глаза открытые. Понятно, да? И с веганством то же самое. Сначала будет убираться зло, почищаться. И это будет правильно. Мы должны за это выступать. Вот кто веганы, допустим? Должны мы быть вне политики или нет? Нет. Вне государства. Нет. Мы есть его часть. Мы есть часть политики, часть государства. Политики государства, как хотите. Политики общества, мировоззрения общества. Законы. Конституция, как первый закон любой страны, так называемый. Да. В нем просто не прописано там наказание. Все это такое. Постулат. Вот в эту конституцию ведется потом. И это будет постепенно. Когда веганы сравняются с трупажорами 50 на 50, вы увидите, как это внесется в конституцию. Потому что это тоже часть общества. Она хочет о себе заявить. Она хочет, чтобы это знать. Она не хочет, чтобы общество думало, что убийство животных это хорошо. Она говорит, так, слушайте, вас половина и нас половина. Убираем из закона, что убийство животных это добро. Что есть якобы какое-то животноводство, где убивают животных. Нет, это нет, это не добро. Что его можно регулировать. Закон не должен регулировать зло. Закон добр. Он регулирует добро как-то. Да. И тот, и тот хорошо. Пешеход пропускает водителя или водитель другого водителя. Пешеход. Представляете, встали все на перекрестке куча водителей. Кто кого будет пропускать, они сколько будут договариваться, уступать друг другу. А потом вот так и столкнуться вместе. Поехали. Конечно, это добро. Каждый другого хочет. Но это добро урегулировали, чтобы мы... Я говорю, с ума не сошли. Вот и все. Зло закон не должен урегулировать. Узаканивать и еще придумать какие-нибудь регулировки этого зла. Нет. И общество выходит на этот уровень. Вот. Пятьдесят на пятьдесят. И те, кто веганы, они говорят так, родные, убираем, что вот это вот все. Мы в этой же конституции. Мы не хотим, чтобы с другой стороны, допустим, сейчас по странам люди поддельны. Посмотрели на нашу конституцию, увидели, что здесь убийцы труппажора. Нет. Мы хотим, чтобы они знали, что в нашем обществе половина общества, раз этого нет в законе хотя бы. То есть мы к этому не относимся как к добру, мы не поощряем зло. Они хотя бы не увидят это в конституции. А когда веганы начнут переваливать труппажоров, вы увидите, как начнут появляться в конституции вещи, которые будут говорить о том, что да, убийство – это зло, а любовь к животным – это хорошо. Но пока это будет только в конституции, только общим заявлением. Никакого закона, регулирующего этот посыл конституции, этот постулат конституции не будет. Не будем труппажоров веганы сдавать закон, чтобы их убивали самих там или даже оштрафовали за это. Сначала будет так. Если это перейдет в общество уже 85%, 90%, да, и веганы не хотят, чтобы на соседнем дворе у них слышать визги, вот эти все убийства животных, да, могут и уже в Думе, там, в парламенте, где эти законы уже принимаются в соответствии с постулатами конституции, с мыслями, с мирозрением общества, они скажут, слушайте, мы будем штрафовать твоя курица, и уже, во-первых, уже производства не будет, она, конечно, никому не нужна будет, если там 90% в мире веганов будет. Но будет 10%, они начнут вести собственные частные бойни там, маленькие, сами выращивать, продолжать и убивать. И общество уже, когда в Думе сидит 90% веганов, да, они внесут закон и какой-то придумают в соответствии с этим процентом, и скажут так, убьешь животное, там, за курочку 5000, за коровку 25000, у тебя килограмм мяса будет там 5000 рублей может стоить, за свинюшку 25000, а за коровку 100000, я по-русски говорю, в деревянных рублях рассказываю. Пожалуйста, хочешь делай, вот закон, да, мы считаем, мы 90% осуждаем это. Мы хотим, как справленное движение, чтобы ты был здоров, чтобы ты был любвеобилен, мы тебе заявляем, это плохо, это уже есть в конституции, и сейчас мы говорим, что это плохо. Ты будешь страдать. Хочешь платить за собственный рак там 100000 рублей, да, еще и душе своей губить, еще людям страдания причинять, веганам, которые вокруг тебя все это видят и слышат, да, и страдают от этого. Пожалуйста. Когда их станет 100%, этого просто не будет, уже бесполезно, не будет смысла этого узаканивать. Да, но если их станет 99%, то можно сказать, что убийство это смерть, ты сам сядешь в тюрьму. Все. Общество настолько это станет аморальным, настолько это станет невозможным, что они говорят этому 1%, слушайте, мы вас изолируем, мы 99%, а ты один. Либо, пожалуйста, земля, если есть, если еще будет, где, может, трупожор начнет собираться, земля большая, ну, либо это вот, гетто, пожалуйста, живите там, вы изверги. Ну, кто знает, я как веганы проповедую, что вы дети дьявола, убийцы. Вот и все. Вот я вам, надеюсь, разложил, причем на одном из сложнейших вопросов, это веганство. Мы кого-то принуждать будем? Нет. Пока мы в меньшинстве, мы вообще в меньшинстве, и наши права как раз не соблюдается. Да, мир лежит во зле, во тьме. Когда нас много, мы говорим так, не смейте называть, черное, белое. Когда нас больше, да, мы уже можем чуть сильнее, но человек остается свободным нарушать этот закон. Но мы живем в обществе. Заметьте, то же самое происходит, я говорю, с убийцами людей. С веганством, кстати, очень хорошая аналогия. В том плане, что есть такой, есть, так скажем, я хоть и сказал, что с веганством как бы нет как бы практики, но с убийством человека мы можем провести аналогию. Причем вот именно в разные времена было очень по-разному. Есть где узаконены убийства. Предателя можно убить. Раньше это еще проще было. Ну, суды всегда были, но с пленниками делали все, что угодно. Сейчас есть законы, защищающие пленников, действительно. Да, человек, пленник там, но это не значит, что его можно с ним все, что хочешь делать. То есть, гуманное общество, которое выросло до этого уровня, оно говорит, нет, мы даже с пленником, мы будем этого человека, попытаемся изменить его. Вот так вот. Поэтому с законами, ладно, что-то я затянул, опять говорил, даже в час не могу влезть. Ну, я хочу просто к чему подойти еще в конце, уже сейчас на повестке дня все это стоит. Вот должны ли мы, я говорю, опять к вопросу вне политики, вне государства, вне законов. Человек всегда должен противостоять беззаконию и всегда должен поощрять все доброе. Просто я вот вам рассказал, какой мы не принуждаем делать добро. Не надо вводить законы, которые понужны, вернее, ну как, вот опять, видите, тонкая грань, которые, не знаю, или слова, вот у меня как эти выходят, я просто так пытаюсь со стороны слушать. Это нельзя делать, вот, вот, это же добро, что мы скидываемся. Да мы сами хотим эти налоги платить. Пусть это безличная любовь, как некоторые говорят, я сам так говорил, я думаю, что некоторые меня слушали. Что как бы, ну ты же не в руки даешь, ну и что? Ну я даже платя налоги, я знаю, что я делаю любовь, что на эти дела, на эти деньги делаются добрые дела. Ну и что, что человек меня лично не знает, кому это распределяется, больным там, людям помогают, нуждающимся. Ну я знаю, что я плачу налоги, я, если бы это вот в жизни действительно так подавал, если бы, вот почему люди, которые борются с коррупцией, с той же самой, сейчас за Навального опять, да, или еще за кого-то. Почему все ветхозаветные праведники обличали, что сам Иисус сказал, что горе вам, питающиеся домами вдов, да, на показ долгомолящиеся, в это мы вносим, что из себя делаете, в пиджачках ездите, все эти законники, неважно государственные, как Иисус говорил, религиозники, да, многомолящиеся, эти многие болтающие там с этих трибун, какие они хорошие, как все хорошо, а сами просто все это воруют. Иисус обличал это, сказал горе вам. Вот. Все ветхозаветы в празднике, все неправедные суды, везде, где беззаконие, человек света, в моем понимании это христианин в частности, он не может оставаться безучастным. Не может. Поэтому мы всему доброму, светлому помогаем, со всем злом мы боремся. С любым беззаконием, с несоблюдением того же самого закона, который якобы добр. Это все от истины, это все от Бога. Это вот важно понимать, не знаю, получилось мне сегодня вам тему раскрыть. Все на самом деле очень просто. Все, что якобы общество узаконит, вы же поймите, мы люди, у религиозных людей есть такие же бумажки, Библия, Кораны, да. Сам Бог дал слово, это слово мы можем, в принципе, на бумаге выразить. Возьмите любую конституцию, это еще не закон, в котором наказание прописано, это вот вам, возьмите, это и есть Библия. Но не в том, Библия тоже неправильное слово, кто понимает, что это набор писаний, там, история. Это действительно набор вероучения, вера мировоззрения общества, конституция, то-то, 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 а что там потом за это, это уже другой вопрос. А вот конституция, это политика, это самая настоящая политика, а мне некоторые вне политики. А конституция, это и есть политика. А в конституции пока нет никаких наказаний. Но по конституции можно понять, вот это, конституция этой страны, там общество вообще здоровое или оно больное. Если там в конституции узаконено убийство животных или людей, есть и такие, посмотрите, я думаю, сейчас исламское государство до какого радикализма доходит. Ты, почитав эту их конституцию, ты понимаешь, ага, там шиза, я туда не поеду, да, или я наоборот туда хочу. Вот, конституция еще ни к чему не принуждает человека. Поэтому, ну, заканивая это между собой, договариваясь, возьмите любую общину. У них все равно есть какое-то общее мирозрение, неважно, вынесли они его на бумагу или нет. Но в концовке очень часто все это выносится куда-нибудь. Сейчас интернет есть, вы найдете сайт любой общины какой-нибудь там мини, да. Это нормально, что мы живем в этом мире, пока вот так вот у нас есть бумага, ручки, сейчас интернет, мы все это пишем. В Царстве Небесном, когда Бог будет разделять, заметьте, Бог опять принудительно будет разделять. И переходить оттуда туда временно нельзя будет. И когда тьма с тьмой соединится, она поймет, что такое, да, тьма. Поэтому в этом мире, вот в этих бумажных законах нет ничего плохого. В наказании, которое вот опять может быть неправильное, то есть это может быть злом. Может быть придумали такое наказание, может быть Конституцию описали таким законом и наказанием за несоблюдение закона, что оно не соответствует этому преступлению. То есть это уже зло, и мы должны с этим бороться. Вот это очень важно. И поэтому возьмите ту же самую Конституцию, политики, законодательство. Почему веганы, христиане, светлые люди не могут быть там в политике и бороться с тем, чтобы это было именно в массах. И почему мы должны, когда видим, что там кто-то, не важно, может якобы зонирует, может нет, может сидит веган, но он там не говорит об этом якобы, да, но он именно этих понятий. Почему мы, видя это снизу, не должны как-то с этим противостоять, если наше мнение не учитывается. Я вот надеюсь, что вы поняли, что во-первых, вот это все разделение, как будто общество это что-то не я, государство это что-то не я. Просто вот я вам зарисовал ту схему, неважно как она, разъединенные или соединенные, эти вещи вообще, где там обрядов касается, в религии и законов чисто, вообще там, ну вообще бытовые вещи урегулирующие, это вообще все ерунда. Как ими пользуются, понимаете, то, что придумали там паспорт, права собственности, да, в небесном царстве никому не нужно будет это ничего, но здесь это есть. Вопрос как этим, что кто-то махинирует и там все одно за другой цепляется. Поэтому тут не сам закон-то на добро направлен, а как им пользуются, да. Опять же, как тебя обслуживают в этом госоргане, тебе могут все бумажечки эти хорошо собрать, быстренько, без препятствий, без вставляния палок в колеса, да. А могут еще сто раз, да, плюнуть, оскорбить, унизить, да, будешь бегать там, терять деньги, время, еще все криво сделают, будешь все переделывать. Так что вот так вот. Ну, я надеюсь, вам, не знаю, мне даже очень близкий пример, я здесь вам тему веганства раскрыл, как это происходит. Это применимо ко всем остальным абсолютно вещам. Тема веганства одна из самых тяжелых таких. Ну, заметьте, это все в аналогии с убийством человека. Есть же закон божий, не убей. И у нас есть в законодательстве, казалось бы, открой ее, сколько людей начнет убивать или воровать. У нас все есть. Хорошо это? Я считаю, что хорошо. Я надеюсь, я вам как-то это убедил, показал. Потому что кто надо, все равно будет воровать. Еще одну мысль я в конце, ладно, скажу и закончу. Что вы знаете, многие вещи мы знаем и так. Человек, когда доходит до истины, до познания, ему действительно не нужен никакой закон. Я сам в себе это положил. Мне это уже без разницы есть он или не есть. Это действительно я сам стал этим законом. Я никогда в жизни ничего не возьму чужого. Мне уже без разницы есть он или нет. Но говорю, вы поймите, закон говорит, особенно сейчас разделили, он тебе говорит о том, что плохо. И плюс у нас клин все время, что якобы за то, что в законе может быть узаконено веганство, сразу за это будут точно так же забивать на бойне. Нет. Но все, чего добивается веган, допустим, во Христе особенно, наверное, для меня это святые люди, но если они, правда, все правильно понимают и живут, они просто это узаконят. Это не значит, что они скажут, что наказание за преступление, убийство животных, это такая же палочная или стержня в голову смерть убийцы трупажора. Нет. Но веганы, христиане, я считаю, все должны бороться за то, чтобы действительно, если это будет, ну, конечно, сначала это начинается с устной проповеди, чем больше людей в это обращается, и потом добиваться, чтобы это было, если это 50 на 50 уже, чтобы это и в законе страны было, потому что это и есть наше, наверное, слово Библия всем понятно, слово Коран там, это наш вот постулат, вот Конституция. В Конституции должно быть, что нет, нет никакого животноводства, есть убийство животных, разведение животных ради их убийства. Это не должно быть узаконено, что это хорошо. Вот чего веганы, что что-то плохого-то. Какая разница, я ему свою бумажку выдаю, или его еще в школе, если в школе учили законам, Конституции, там, детей, родителей своих детей, в разделенном это хорошо, пришлось бы ему учить там какой-нибудь, преподавать, и говорить, что да, вот это вот совмещается у нас, это и там, и там есть. Так что смотри, ну да, Бог тебе просто когда-нибудь ситуацию эту поставит, если ты сам это будешь нарушать, и никто тебя даже не поймает. Ну а если еще поймают, смотри, и там, и там есть воровство, сынок. Это есть в законе бытия, вот в моем мировоззрении христианском, я бы так самому ребенку объяснял, вот, и своруешь, тебе это все вернется. Ты познаешь, что ты какой зло сделал другому. Вот ты там мошенником станешь телефонным, как сейчас, неважно, кем по интернету. И смотри, это еще в законе есть. Поймают, будешь сидеть. Еще заберут, ты отдашь то, что ты своровал. Конечно, если ты это там не потрачишь куда-нибудь, не перейдешь. Сразу поймать ты это вернешь, и будешь просто сидеть. Ну, когда ловится по личным, как говорят. Не важно, корову ты украл. Да, и тебя вон там машину, и тебя поймали. Тебе это отдашь. Еще будешь потом выплачивать на тебя, еще могут сверху штраф наложить, еще будешь сидеть. Потому что это зло. Ты совершишь зло. И ты будешь, тебя будут воспитывать. Либо люди, либо Бог. Пока ты не поймешь, что ты делаешь зло. Все, чего тут сложного. Поэтому, я вас показал, убедил, что в так называемом даже разделенном государстве, или пусть в единичном, но если там это противоречит, то, что под заповедем Бог может такую блевотину вам втюхать, это все должно меняться. Конституция любой страны должна в добро меняться. А то любит тоже какой-то там непререкаемый закон. Нет, ее менять можно. Вопрос опять, во что ее меняют. Ее могут еще хуже делать, могут лучше сделать. То есть все опять зависит от человека. И любви, закончу на светлом, на чем-то, что у любви всегда будет место. Всегда. Исполняя одну любовь, один закон благу бытия, творя одно какое-то добро, никто мне не мешает еще сверх навалить этого добра. Никто мне не мешает. Принеся бабушку пенсию, улыбнуться есть, пообщаться, может принести еще от себя конфет, покушать что-то, подарок какой-то, не знаю, к огороду что-то, если это частный дом. Никто не мешает мне, будучи продавцом в магазине, сделать то же самое. Никто не мешает мне быть потребителем, наоборот, с другой стороны, этой бабушкой, получающей пенсии, этим покупателем в магазине. Никто мне не мешает улыбнуться, пожелать всего доброго на словах, дать чаевые. Да, поблагодарю человека. Никто мне этого не мешает делать. То есть одно какое-то узаконенное, какие-то дела любви, не мешает мне параллельно с этим делом, завалить его просто любовью. Это маленькое дело, еще вот в такую, погрузить вот в такое количество любви. Вот и все. Это очень важно. Очень важно. И, наверное, все-таки здесь, видите, не могу остановиться, можно было поддельную на эту тему ролик или отдельно записать, что якобы тоже вот это вот, если мы так все будет хорошо, не будет коррупции, давайте, ладно, отдельно я все-таки не буду. Анонсирую просто, кто захочет, тоже есть дилемма, очень любит говорить, что если богатство, оно развращает людей и тоже притупляет чувство любви, мы ничего не хотим делать, это не так. И я расскажу это на своем примере. Богат не тот, у кого много, а тот, кому мало надо. Это очень важно. И познав настоящую, так скажем, сущность, цену богатства, человек, неважно, достиг он это в реальном мире или духовно допер до этого, если человек поймет бессмысленность вот этой вот алчности, что у него все есть, и некому, некого любить, его никто не любит, он поймет бесценность всего этого. Бесценность только поняли, да? Наверное, даже неправильно сказал, но поняли. Не бесценность, что этого нет цены, а это ничего не стоит, вернее. Вот так, давайте, ладно, действительно, тогда отдельно ролик. Хорошая очень тема, я просто об этом слышал. Да, это неправильно. Это я вас по жизни, надеюсь, покажу опять на примерах и лично, в частности, что это не так. Я вот абсолютно богатый человек, триллиардер, можно так сказать, в духовном понимании, потому что у меня все есть. Потому что богат не тот, у кого много, кому ничего не надо. И я понял, что сущность жизни, казалось бы, я будучи богатым, понял, что сущность жизни, бытия, это любовь. И я, будучи богатым, всю свою жизнь теперь посвящаю любви, потому что любя и любимым быть, это великое счастье. Но об этом в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok